Управление талантами. Руководство по выращиванию сильной команды. Роберто Чински Мэттьюсон. Эту аудиокнигу я посвящаю своему мужу Рону, чья любовь и поддержка никогда не иссякают. Иные супруги сказали бы, еще одна аудиокнига, только не эта. Ты же сказал, почему бы и нет. Кроме того, я посвящаю эту аудиокнигу своим детям Заку и Алексис, которые с честью преодолевают трудности студенческих будней. Наконец, моим родителям Сою и Джанет Чински и моей сестре Дебби Маклейн за их нескончаемую поддержку. А также моему брату Марку Чински, ведь без его технических способностей закончить эту аудиокнигу, может быть, так и не удалось бы. Введение. Мне посчастливилось в жизни объездить весь мир. И повидала я, как вы можете догадываться, много удивительного. Но вот к прогулке по величественному мюирскому лесу к северу от Сан-Франциско я все равно оказалась не готова. До чего поразили меня эти горделивые секвои с вытянутыми к сияющему солнцу кронами и та прибрежная мглистая дымка. Петляешь по лесу по его тропинкам, и так легко затеряться в собственных мыслях. Помнится, я тогда подумала, что эти поразительные секвои стоят здесь целую вечность. Я провела небольшое исследование, и оказалось, что некоторые из них, вероятно, выросли из зернышка размером примерно с помидорное. И все же большинство секвои развивается из ростков, которые образуются вокруг основания зрелого дерева, используя при этом его корневую систему и питательные вещества. В идеальных условиях секвои способны ежегодно прибавлять в высоте от 60 до 90 сантиметров. Но в условиях стресса, при нехватке влаги и солнечного света, их рост может не превышать и 2 сантиметров. Прогуливаясь по лесу, я поняла вдруг, что секрет создания организации, в которой работали бы сплошь кадры мирового уровня, секрет ее развития и жизнеспособности корнями уходит под землю прямо у моих ног. И назовем мы его неувядающий талант. Видите ли, нам свойственно смотреть на компании, поражающие своим размахом под стать мюирскому лесу, и забывать, что и они вначале были лишь горсткой всходов. Руководители этих компаний подбирали подходящих сотрудников и сажали их у себя. Создавались условия, способствующие их росту. Их окружали заботой и вниманием, чтобы они процветали на новом месте. А по мере их созревания рядом пускали корни новые ростки и под руководством опытных наставников наращивали свой профессионализм. Благодаря взаимодействию опытных сотрудников с молодыми, компания росла и преуспевала на всех уровнях. Как консультант я вижу, что лучшим из моих клиентов присуща похожая схема развития. А работала я с сотнями организаций различной величины. От списка Fortune Stock, например, General Motors, Microsoft до компаний среднего размера и совсем еще новичков, о которых вы еще и не слышали, но это только пока. И всех их объединяло одно – им нужны талантливые кадры, которые бы управляли их бизнесом. Наибольшая же трудность как раз в том, чтобы эти кадры привлечь и сделать так, чтобы они в итоге остались в компании. Я часто задумываюсь над тем, как так выходит, что некоторым компаниям удается будто без особых усилий находить и удерживать людей, а другие вечно пребывают в режиме поиска, потому что или не могут найти подходящих, или не могут их удержать. Мой опыт работы во всех сферах бизнеса позволяет мне, как никому другому, на этот вопрос ответить. В компаниях часто говорят, что нет большей ценности, чем их собственные сотрудники, но этой песне лет не меньше, чем тому мюрскому лесу. Стоит копнуть чуть глубже, и сразу видно, где именно слова расходятся с делом. Многие фирмы инвестируют огромные суммы денег в укрепление отношений со своими клиентами, но не со своими сотрудниками. Компании мирового уровня к своим сотрудникам относятся не хуже, чем к своим лучшим клиентам. У них находится время на то, чтобы об отношениях с потенциальным новым сотрудником позаботиться еще до того, как он им понадобится, и они не перестают работать над укреплением связей с существующими кадрами. В результате репутация их как работодателя, также известная как HR-бренд, настолько высока, что не уступает в этом смысле топовым потребительским брендам мирового уровня. Чтобы достичь подобных результатов в вашей организации, потребуется провести определенную зачистку, избавившись от разного рода отговорок и оправданий, которые способны задушить любую компанию, какими бы благими ни были ее намерения. Все только и занимаются штуррационализациями, тем самым как бы снимая с себя ответственность за, в общем-то, неважный штат. Нередко можно слышать примерно следующее. В нашей сфере, в принципе, сложно сейчас удержать людей. А я говорю, что в вашей сфере прямо сейчас у кого-то львиная доля талантливых специалистов. И этот кто-то пока что не вы. Поиск и развитие сотрудников – задача отдела персонала. Строго говоря, находить и развивать сотрудников – задача их будущего руководителя. Им повезло, что они вообще у нас работают. Во время кризиса, может быть. Но теперь уровень безработицы настолько низкий, что аргумент этот неубедителен. Необходимо перестать идти на поводу этих мифов, их я позже разберу детально, если вы действительно хотите встать во весь рост и служить предметом восхищения для остальных. На протяжении всей аудиокниги я буду делиться с вами множеством идей и историй, которые я почерпнула в различных сферах бизнеса и в компаниях разной величины. Кому-то может показаться, что им мои предложения не подходят, что их ситуация не требует настолько масштабных мер, или что они просто им не по плечу. Умоляю, не торопиться с выводами. Будьте открыты всяким возможностям. Кадровый ландшафт за последние пять лет кардинально изменился. Естественно, что в этих условиях вам придется сильно скорректировать подход к подбору и удержанию талантливых кадров. В этой аудиокниге я расскажу, как это сделать. Я привожу здесь упражнения, в том числе для самостоятельной оценки, которые помогут вам применить этот материал конкретно в вашей ситуации. Записывайте ваши ответы. Время от времени вам нужно будет к ним возвращаться. Начнем же расти.